Всем привет, дорогие друзья, сегодня я расскажу про обнову, которая вышла только недавно, в Counter-Strike 2. Если максимально вкратце, добавили некоторые боевые пропуски, на которые вы можете купить некоторые скины за кредиты. С одного боевого пропуска вы можете получить 40 кредитов, за покупку дается сначала один. Последующие кредиты вам надо заработать. Чтобы купить весь арсенал боевого пропуска, нужно 5 боевых пропусков. Да, вы можете купить их несколько. Один боевый пропуск стоит на данный момент 1400 рублей, если округлить чуть-чуть. Добавили эксклюзивный предмет Desert Eagle Термическая Обработка. Его можно получить в течение ограниченного времени только в боевом пропуске, за 25 кредитов. Нужен он вам или нет, выбирайте сами, но его больше получить будет, наверное, нельзя. Скорее всего, продать будет можно. Многие очень не хотели, но в Counter-Strike 2 добавили брелки на оружие, в том числе и на бомбу. Первая коллекция брелков это связывающее звено. Да, кстати, правильно, брелки, а не брелоки. Все они выглядят как человечки-сосиски. Очень страшные и очень прикольные. Но, как по мне, это больше отход к Валоранту, либо к кому-нибудь стендовчику, или чё там, Фортнайт, Валорант. Как по мне, эта коллекция брелков вообще не входит в стиль Counter-Strike 2 и вообще как в стилистику Counter-Strike. Слишком они мимимишные, но прикольные. Мне, честно, обновываться с брелками нравится. Как вам? Напишите в комментарии. Хотя знаю, что большинству не понравилось обновление с брелками, потому что брелки это просто донатная помойка, чтобы максимально высосать с нас деньги. А как по мне, дополнительные украшения не помешают. Хотя я сам не любитель скинов и покупать их. Следующая коллекция брелков это Малый Калибр. Они выглядят как маленькие миниатюрные оружия. Кстати, очень уникальные по своей форме. Но опять же, они не очень-то и похожи под стилистику Counter-Strike. Они слишком мимимишные и слишком классные, как по мне. Но в любом случае, они мне нравятся больше, чем первая коллекция, которую я показывал только что. И про обычные скины тоже не забыли. Коллекция Overpass 2024. Вот над чем, над чем, а вот над скинами сегодня постарались Valve. Реально, большинство скинов, которые выпустили в этом обновлении, мне очень понравились. Но купил бы я их, нет. Вот так вот. В этой же коллекции добавили скин, кстати, и на Zeus. А больше всего мне из этих скинов нравится Мак-10 Пискля. Тут мой хомячок, который я тапал летом. Следующая коллекция, графика. Ну или графический дизайн. Здесь большинство графика под непонятные узоры и углы. И еще одна коллекция скинов, спорт и досуг. Как по мне, это самая скучная коллекция из этого обновления. Как вы думаете, напишите в комментарии. И еще добавили галерейный кейс. Из него выпадает кукри-нож. Еще добавили два набора наклеек. По 25 и по 26 наклеек в наборах, соответственно. И из прочего обновления. Карту Итали добавили в соревновательный режим. С обновлением теперь мувмент стал такой же, как и был и в CSGO. Стало ли это лучше или нет, решать вам. Или покажет опыт. Спасибо за просмотр.